Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 27 выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске без проблем получилось заложить порох на ночном заводе для терапевта, также сделали случайно квест «Физкультурник», достигнув 10 уровня здоровья, а для миротворца притащили сведения в чумодане из санатории и заказали нескромно так улучшений в убежище. Иван, Влад, Филипп, Айрихт, Пост, Центурион и Прапорщик, большое спасибо за бонусы на железяки и добрые слова. Всем приятного просмотра! Начнем с самого начала, с разведцентра. Просто так у меня тут ничего не происходило, все это время я варил железяки. Забираю вертекс и могу закрывать теперь квест «Ленд-Лиз». Я не только вертекс сварил, но и передатчик там сигналов, как-то он называется, КОФДМ. В общем, все сварено, я могу закрыть теперь этот квест. Много, конечно, топлива на это все дело сгорело, но ничего. Зато не было простоя даже в момент, когда я не заходил в игру. Заходил только чисто посмотреть, короче, варку тут и все перезаказать и топливо подкинуть. Теперь доступен квест «Миротворческая миссия». Вот его я ждал в «Ленд-Лиз». Вторую часть я специально варил, чтобы миротворческая открылась. Здесь мне необходимо убить диких на берегу, в лесу, на таможне, на развязке, при этом одевшись в форму ООН, то есть это синий шлем и синий броник. И должна быть в руках винтовка М4А1. Специально я его открывал, чтобы совместить с квестом. Мокрое дело? Мокрое дело, часть первая. Мне нужно убить диких на берегу, используя винтовки М4А1 или АТАР с глушителем. Один уже из десяти готов. Так что, выполняя миротворческую миссию, буду убивать двух зайцев одним выстрелом. Выстраивать маршрут буду сразу в санаторий, потому что у меня висит еще квест «Груз-Х, часть вторая». Мне нужно найти комнату с резервуарами, в санатории находится она на первом этаже восточного крыла. Помещение это всегда открыто. Возьмем все свои ключики от санатория и пошатаемся, попробуем еще раз открыть кабинет санитара, посмотреть всякие вкусности там. Готов также самогонный аппарат. Устанавливаем его и теперь имеем возможность варить самогон. А чтобы варить его, нужно, чтобы генератор был с топливом заряжен, включен. Понял. Завершено строительство воздушного фильтратора. Кучу денег я потратил, но это не трата, а вложение. Устанавливаем воздушный фильтратор и получаем ускорение прокачки группы умений. Физически плюс 40%. Но для этого нужен фильтр и топливо, чтобы генератор работал. Так что сразу заряжаю топливо в генератор. И сам фильтр стоил примерно 90 тысяч, там плюс-минус 2 тысячи. Вот так вот. Все. Сегодня катаем с бонусами, пацаны. Прокачка физических умений будет чуточку быстрее. Подсумок, может быть, бета мне прикупить. Посмотрел стоимость бета-подсумка и думаю, что есть смысл сейчас сходить за дикого. Попробовать подколымить немножко деньжат. Выменять бета-подсумок, чтобы мне потребуется примерно миллион рублей для покупки там всех этих необходимых составляющих для бартера. Так что логично, я думаю, будет сейчас сходить за дикого, а потом уже пойти по квестам с новым бета-подсумком, если все получится, конечно. Была не была. А что мы тут на корову, что ли, катаем? Берем дикого, идем на таможню в 15 часов. Моя задача налутать всего 1300. Это вполне выполнимая задача для дикаря. Тем более, что на таможне куча тайников. Все мы их знаем. Что-нибудь да найдем, я думаю. Будем надеяться, что времени даст мне Тарков минут так 20. Даст возможность вынести что-то на продажу. Главное, чтобы игрочков поменьше было. И хорошо, что в игре за дикого не приходится сидеть и ожидать игроков по 5 минут. У меня кореш однажды на таможню грузился 15 минут. После чего он твердо решил, что апгрейд для его бэкарни неизбежен. В этом вопросе есть отличное решение в лице апгрейд-центра от HyperPC. Очевидно, что HyperPC это российский лидер-производитель мощных и стильных игровых компьютеров высшего пилотажа. Поэтому с апгрейдом, ремонтом или улучшением дизайна их компетентные сотрудники справятся на 100%. Если вы хотите улучшить мощность вашего ПК, то в апгрейд-центре вы можете заменить видеокарту, нарастить объем накопителей, улучшить охлаждение и многое другое. Нет запроса, который в HyperPC не смогут выполнить. Также здесь вы можете поработать над внешним видом ПК. Подсветка, кастомное охлаждение, винилография. Каждый найдет что-то свое. Вы можете даже собрать свой комп в одном из фирменных корпусов HyperPC. Lumen, Cyber, Nano и других. Ну а если ваша проблема связана с поломкой ПК, то ребята проведут полную диагностику, заменят неисправные комплектующие, переустановят и настроят операционную систему и вообще сделают все, чтобы ваш компьютер смог вас радовать скоростью и картинкой. И кстати, ноутбуки тоже можно обслуживать в апгрейд-центре, например, прочистить систему охлаждения, поменять термопасту или закастомить. Еще чем мне нравится HyperPC, это сервис. Здесь никто ничего не будет навязывать. Система ценообразования прозрачная и выгодная, реакция на заявки удобная и быстрая. Уже на следующий день курьер заберет ваш ноутбук или компьютер. Никаких экспертиз, никакого ожидания, вы получаете легендарную гарантию HyperPC. Сломалось, заменили. Переходи по ссылке в описании под видео и оставляй заявку на апгрейд своего ПК. И кстати, специально для зрителей канала HyperPC сделали промо-скидку. Например, на производительный ноутбук Play17 можно получить скидку от 7000 рублей. Захочешь новенькую периферию? Не вопрос, скидка распространяется совершенно на все, что будет в корзине. Хватай промокод и переходи на сайт. Все уже в описании. Снайперов, РФ, старая, дальний угол. Че, я прям здесь могу быть, что ли? Нифига себе. А, это новая заправка. Все, понял, принял. Так, чего там у нас? О, 45 рублей. Кое-че по медицине даже есть. Нормально, нормально. МБСС, рюкзачок и БШ. Ну, я думаю, можно будет наковырять. 1300, это вполне выполнимая задача. Главное, чтобы ничего тут не лутано. Не было или было. Сейчас начнем, короче, с новой заправы пазырем. Тут есть злоточное местечко. Может сейчас сразу видеокарту и по домам? Не, не получится. ХДД лежит. Так, тут в комнате еще Тетрис. Должен был быть. Да нет, ну зато ничего не лутано, это радует. Значит, сейчас что-нибудь да наковыряем. Как раз пока там вся возня в центре карты. В центре карты происходит. Мы сейчас здесь свое грязное дельце-то и сделаем. Наверное, под лэп туда наверх я не поползу. Посмотрим здесь. О, JP. О, пошел процесс. На старой заправке можно будет выйти. Это свои бегают. Или там дальний угол был завода? О, да у меня вообще выход дальний угол завода. И все вообще нормально тогда. Сейчас мы тут все это дело прошвырнемся, посмотрим. Тут на мазутном кормилице КПП диких. Если ничего не тронут, то мы сейчас вообще в легкую насобираем здесь себе лута. И у меня предостаточно будет. И как раз там же и выход под носом прям. Так, закрыто. Скажите, что здесь никого не было. Пожалуйста. Да, похоже на то, смотри. Сушняк лежит. Куртки не тронуты. Ха! Ща насобираем. Чик, спички. Во! Двадцать... Двести двадцатый. Пойдет. Он мне не нужен, у меня двести девятнадцатый есть. А они, по-моему, смежные. Если мне память не изменяет. Ну давай, открывай. Такое себе. Так. Двенадцать тысяч лежит почти. Один с чем-то. Гемостатик. Заберем. Вместо жгута можно будет его... Если что, за десятку впарим. Опа. Зачем, бля, чё? Вроде свои. Эть, проскочил. Хе-хе-хе-хе. Это, скорее всего, бот был обычный. Да, и тут, и там везде ходят. Все, свои. Нормально, нормально. Быстро ковыряемся дальше. Все. А вот здесь повкуснее комнатка должна быть. Строймерская. ПМ. Медхлам заберу. Ох, блин, а мне этот LCD, по-моему, нужен будет для... Или не нужен он будет. Ну, заберем пока. Пока будем все такой, даже средней стоимости забирать. А там, если что, сортировать начнем. Че подороже, че поинтересней. Чай. Ключ в таможне. О, нормально, смотри. Раньше вообще все пылесосили, абсолютно. О, вот это мы продадим хорошо. Анальгин нашел. А сейчас начали что-то файтиться, шмайтиться. Раньше, блин, вообще выходишь все, все, что знаешь. Любую сумку, любую куртку. Все подряд, блин, сметали. Все подряд проверяли. Во, вот это можно продать, по-моему, неплохо. Так, у нас еще есть тайники, если их не тронули. О, а давай на КПП Диких я хотел сходить. Там есть еще же столик с модулями. Может, там что-то дорого было-то найдем. Прикрытие у нас везде есть. На КПП Дикие, здесь Дикие. Кругом Дикие. Так что, если кто будет подваливать, недружелюбный. Я думаю, пацанчики оповестят меня. А вон, по-моему, тушка на КПП сложилась, да? Или что это там? Опачки. То, что надо. Тихавчик не надо. Во, смотри, глушила. Это что такое? Ба-да-ба-да-ба-дам. СВ-шный мы заберем. Так, вот сделаем пока. Там огромный магазин еще. Сейчас я его выпотрошу, посмотрю. Может, там патрон хороший какой лежит. Блин, еще глушила, смотри. Падет. А тут ничего интересного. А, нет, БПЗ. Нафиг не надо. Мы сейчас что-нибудь полурожи заберем. Все, красный таймер. Да нормально, в принципе. Мне этого времени за глаза теперь хватит. Чтобы тут досмотреть. Хорошо, повезло, что здесь во-первых, мало кто трется. Дикие в основном. А, во-вторых, не тронуто ничего. Это же клондайк целый. Лута. Сейчас еще тут два тайника. Плюс с дырявой крышей помещение. О, тоже не тронут вроде. Хотя... Ничего, 5,56 это хороший глушила. Его неплохо так продадим. Так, заберем. Куртки, компы, ящик. А тут, походу, уже посмотрели. А, нет, смотри. Хотя... Плата. Плата. Ну, честно говоря, я думаю, уже есть нужная сумма. Если что, там, может быть, что-нибудь допродадим, если не хватит. Тут, если не хватит, тут тысяч прям пару десятков, может быть. А может быть, еще и наоборот лишних останется пару десятков. Неплохой лутецкий. Причем я облутал всего-то угол один, да? Локации. Ну, и все. Со спе... Блин, е-мое, напугал. Со спящим не буду смотреть. Хотя там пару оружейных ящиков. Там ящик с инструментами, сам спящий. Газели, но... Я уже и так полный. Мне лишь бы вынести это все добро. Боже, мне ничего не надо. Вуашину продадим. И гайки продадим. Ништяк. Это свои. Отлично. Хороший рейд. Вышел, набрал лута, ушел. Тут, в общем, такой интерес есть. Не то, что интерес, а вот у меня сейчас 761 453 рубля. 45 тысяч рублей. Это была уже валюта у меня в диком сразу же, когда я появился. Я предлагаю сейчас знаете, как сделать. Было несколько просьб в комментариях насчет того, что покажи, кому что продаешь, почем. Я, наверное, сейчас на перемотке просто вам поставлю, как я это все дело буду продавать. Для ленивых, чтобы не перематывать, а для тех, кто хочет посмотреть, вы можете в самом ютубе настроить скорость воспроизведения. Можете просто замедлить и посмотреть, кому что я продаю. Если вкратце, то я открываю параллельно торговца. Я в основном все продаю, скажем так, терапевту, механику. Ну и все, тряпки и ножи это барахольщики и егерь, соответственно. И смотрю, кому будет выгоднее продать с учетом комиссии, конечно же, на барахолке. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, в общем-то, что получилось-то? Миллион, а вот еще забыл забрать. Миллион, 224 тысячи 378 рублей. Ну что, неплохо. Нифига себе. Я думал, меньше получится. Гемостатик, короче, еще не успели купить. И ствол. Это все я заберу, тогда гемостатик сам использую. А ствол сейчас тоже удалим из продажи. Сейчас лот этот по меньшей цене, в общем, продадим. Я насобирал себе нужное количество деньжищ, и сейчас я буду выменивать тогда бета-подсумок. Аккумулятор танковый 207,5 тысяч. Три Иридиума. Иридиума. Два вертекса. Это цены пугают, да? А на самом деле, ого, по 100 тысяч военный кабель. Ничего себе цены. Все. Получается, вымениваем, и еще остается у меня 350 тысяч рублей. Можете меня поздравить. Я... Теперь бета. Переезжаем в бету. Теперь у меня на две ячейки в несгораемом подсумке больше. Две ячейки как раз для того, чтобы туда поместить, например, хирургический набор, да? ЦМС-ку маленькую. Вообще нормально, я думаю. Вот теперь с новым подсумком пойдем на берег, будем свои делишки грязные мутить. А этот подсумок, оказывается, никто из торговцев даже близко не берет в руки. Прикинь, его продать некому, и что с ним делать? Выкидывать просто, что ли? Даже скупщик не покупает его. Прикольно. Вам раньше можно было его кому-то да впарить. Ладно. Так, минус то, что у нас было изначально. 464 тысячи. Все, погнали на берег за ЧВК, Су-треца, все как положено. Берем М-ку, страхуем, и идем наваливать Диким. Если буду близко к санаторию, то, скорее всего, сразу в санаторий двину. Если нет, то можно будет сначала по Диким пострелять, чтобы потом уже можно было одеться не в синюю броню, допустим, или брать хотя бы не М-ку. Ничего против М-ки не имею, но мне надо бы ее приберечь, потому что мне еще на трех локациях, кроме берега, надо будет с ней ходить. В общем, поначалу будем шмалять по Диким. Да, спавн, конечно, мог бы быть лучше. Теперь мне блин, либо вдоль берега бежать, либо... Отсюда, с этой стороны, что у нас получается? Мы можем забежать... Нет, в коттеджи не пойду. В коттеджи не пойду, на гряду можно будет зайти, да, через остановку? Или нафиг? Давай в остров гляну сначала. Не вижу. Так, ну где у нас точки спауна? У нас точка спауна. Перед нами это гряда, ГЭС, заправка, остановка и остров. Норвенский. О, вижу. Поскакал, поскакал. Ну, пойдем его шмальнем тогда. Вроде бы, ближайшие спавны я уже осмотрел, никого нет. Если бы что-то кто-то был, уже бы закусились, возможно. есть резон сгонять на островок. Возможно, там и не один двигается, правильно ли? Топает, как на копытах таких на всякий случай. Либо профена жахну, если вдруг кто с берега будет поливать, можешь выживу. Так, ну че ты где? Где-то это за сараем был. Эй, а че такое? Нифига. А че фрезануло так? Че капец, голова челюсти, как обидно, блин, а че такое-то? Зависло-то, нифига. Застыла игра на мгновение. Очнулся мертвый уже. Досадно. Готов, собрался заново, взял примерно все то же самое, отличился, теперь можно попробовать еще раз отправиться. Я че-то так и не понял, в чем проблема. Че Тарков мне за то, что я редко заходить стал. Сюрпризы подкидывает. Все туда же путь держим, на берег, по дню. Давай еще раз попробуем, что ли, страховать бронежилет и пушку. Пушку точно имеет смысл, вот броню и шлем наверное не буду страховать. Давай еще раз попробуем, залетим, не знаю, вроде бы на стройке ничего не менял. Че начал Тарков. Нормально же общались. Если никто на остров туда не заглянет, то вернется мне страховка. Пудняк. Так что ничего страшного, что погиб. Здравствуйте. Я ваша тетя. Теперь меня ну примерно в той же стороне, только чуть севернее у дома председателя воткнуло. Теперь я пойду по западной, по западной говорю, по северной части локации. Вдоль скал, машина, бункер. Там посмотрим, оттуда посмотрим, как раз работает ли выход. если работает, то я в лазурку тогда залечу. Заберем там свои квестовые предметы. Там папку надо будет стараканить. Странная какая-то фигня. Все равно, по-моему, подфриживает. Че-то какое-то как-то странное. Я, блин, ничего не менял. Ни настройки, нифига. Обычно, когда начинаешь что-то пытаться лучше сделать, получается, как всегда. О, я улучшил выносливость. Ниоткуда без добра. Ну давай поглядим. За болотами есть точка появления диких и чувака. Возможно, кого-то сейчас... Вот че это такое? Возможно, кого-то сейчас здесь подпасем. Будет нормально. Задерживаться тогда не буду. Пойдем посмотрим грузовичок. Что такое? Аж проваливается как будто. Блин, может у меня... О, слышь? Слышь, как топаю? Вообще не топаю. Хе-хе-хе. Не, че-то не то, господа. Либо че-то с игрой, либо че-то с серверами, либо че-то с интернетом, либо че-то с компом. Да фиг его знает тут че, может быть. О, он даже умирать не хочет ни в какую. Че-то какая-то дичь происходит. или может... да нет, Казахстан не может быть загруженным сервером, можно было бы скинуть это все на загрузку сервера. Так это не про Казахстан. Тут полтора человека на квадратный километр играет. Так, что тут у нас есть смотрящие на скале. Ага, есть, смотри. О! У вас там двое, но того я видел, пробегал. Так все нормально. Только не фризить, пожалуйста. Только не голова челюсти опять. О, работает выход. Это хорошо. Блин, я прям чувствую, как что-то не то. Будто игру кто-то держит. Даже патроны не догружаются нормально. Че за нафиг? О, я вышел с инвентаря, патроны щелкают. Тот на скале на месте, здесь в спину бы мне сейчас не жахнули. Это тут терся один. Во, 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 про него я говорил. что за хрень? Я как будто в преисподнюю для ЧВК попал. Да ну, идите в барю. Хрень какая-то. Не, я не пойму, голова челюсти и опять кочерга, и опять он какой-то подвиж, и он мне на голову прям заспавнился, что ли? Или что происходит, я не понимаю. В общем, берем пока паузу, я не буду это записывать, я же записываю это все подряд. Че я тут, лаги буду записывать, что ли? Фризы. Все, проблема решена. Оказывается, проблема была в SSD. Не сразу я разобрался, у меня винда на SSD, игра на SSD, и сохранение записей я вывел на SSD. В итоге SSD сказал выбирай. Ну, не то, что выбирай, он молча, короче, начал брыкаться. Так что все нормально, теперь я все проверил, все фурычет, сейчас все будет нормально. Две М-ки вернулись по страховке, благо никто не пришел на шумок, не раздербанил там меня. И один комплект унтар брони вернулся мне по страховке, второй я не страховал, так что все законно. Тут как раз еще подвезли, смотри, задачки, под задачки, оперативные, скажем так, задачи, устранение есть, в общем. На резерве нужно убить. В ногу, левую, правую, среднюю, четверых убей. Я, конечно же, не пойду на резерв, убивать не буду, но ради прикола чисто я его приму, посмотреть, чтобы какие там награды выдают. И есть у нескольких торговцев сразу, кстати, лаборатория, выжить на локации. Ну да, здрасте, сейчас я все брошу и пойду на лабораторию выживать. Но это хороший костыль для тех, кто хочет подфармить опыт, для тех, кто заскучал в игре, квесты переделал и просто бегает, стреляется. Молодцы, БСГ. Одобряю, красавчики, постоянно что-то крутятся, вертятся, что-то делают, добавляют. Респект. О, я здесь даже один квест могу сдать и забрать халявный опыт, рубли, два оружейных пороха, жилет дикого, нормально, прикольно. Ай, молодец, ай, помог брату, брат теперь будет с тобой внимательный. А еще происходит какая-то дичь с бронежилетами и вообще с тряпками. Я не знаю, что за фигня, почему-то ассортимент у него не появляется у барахольщика и тут бешеные просто цены на мешки. Потому берем по-скромненькому, а альфа под сумок, я не знаю, что с ним делать, я его даже в рейд не могу вытащить, скинуть куда-нибудь там по приколу, я его тогда просто выбрасываю отсюда с инвентаря и вся любовь, зачем он мне тут нужен? Как бы кушать он, конечно, не просит, четыре ячейки занимает, но толку-то с него. Ну давай, Тарков, попытка номер три. Идем в девять утра на берег, страхуем волыну и все на свете, шестьдесят кусков отваливаем за эту страховку и идем кошмарить диких снова пытаться. Так, по целям рейда это остаются дикие, я несколько штук настрелял в прошлых двух рейдах, так что теперь их еще меньше нужно будет настрелять, наверное, я этой задачей в первую очередь займусь, а потом уже будем выплясывать на лазурке. Ну и конечно же, по возможности, поискать лидекс. Что-то он мне так и не попался за все это время ни разу. Так, я появился за лазуркой, прям, да? Ну конечно, это же такое прекрасное место для человека, которому нужны дикие. Хотя диких не так много нужно, можно было бы пойти по полному большому периметру, типа с дороги на таможню. Хотя давай на Чупик сходим, не с самого края карты, примерно Чупик, Гэсси, оттуда посмотрим. Ты не Чкевский? Показывай. О, чё-то нашёл. Кордура. Пока заберём. Тряпки сейчас, короче, кое-чего стоит. Начали. Надо, наверное, может быть в этом, в убежище, может, варить их. Не фиг его знает. Рюкзачки какие-то простенькие, по 40, блин, 50 кусков стоит. Вот это юморит, Тарков. Барахольщик, походу, в отпуск ушёл. Не хочется педалить через всю карту. Как-то попроще, поближе хотелось бы. Опа! Видел, да? Второй этаж мелькнул. А, это дикий обычный. Хорошо. Счёт открыт, первый пошёл. Во, теперь себя игра по-нормальному чувствует. Я настройки-то игры не менял, а запись я выводил на SSD, там кое-чё проверял тоже и забыл переставить назад. Так что это я молодец. Не знаю, нормально это или нет, что SSD себя так повёл. Возможно, вполне себе. Но если, допустим, у меня один SSD и всё, и вот больше нету ничего. Либо его на томаток доделить надо было, да? Короче. Главное, что выяснил, в чём проблема, и проблемы теперь нет. Теперь на обычный hard всё это пишется. ЦП в доке не убирается. Хотя мне кто-то писал там цепочки, кольца золотые, процессоры в доке убирается. Ничего это не убирается. Это не бездонная какая-то бочка, куда всё можно сваливать. Так не работает. Чё, на бережок тогда прогуляемся? Тайничок попелимся. Во! ща прибарахлимся, пока будем лазить тут. Да там пару тайников. Там диких на самой территории тоже можно найти. Они могут сидеть прям там в самой времянке или вот за синем забором прям на порту. Так что, если что, я их сейчас всех вычислю. и вообще интересно было бы посмотреть по местам, где обычно никогда не было лута. Сейчас же всё перетасовали, разбросали, говорят, лут по локации. Вот, к примеру, вот на такой стояночке я бы, будь я, допустим, разработчиком, да, я бы сюда что-нибудь подкинул. Понятно, ничего. Или вот здесь, где ящик с гуманитаркой, а то он в местах, где меньше всего лазит народу, вот туда бы я, чтобы оживить немножко локацию, а то уходят по одним тропинкам и воюют только в одних местах, как говорится. Фигня какая-то. Ну что, сейчас ещё под камушком тайник попялимся и можно будет на Норвенске сгонять. Опа! А канистру мне куда? А я тогда команда выкину, получается. всё равно так не получится у меня. Окей, тогда вот так. Это сюда, это сюда, вот так вот. И вот так вот. Всё. есть красавчик. Но убивать я его торопиться не буду, да и вряд ли я убью там он сразу же занукался. Пусть там присмотрит, короче, за той территорией, если кто-то будет подходить, то он шуманёт, я думаю. Либо им придётся убить его, либо дикий. Начнёт орать или стрелять. Так что услышим в любом случае. Оба. А тут кто-то лазит внутри. Где мои таблетки? А зверин? Это дикий. Да, теперь дикого, блин, реально ещё сложнее отличить от ЧВК. Раньше дикий бы стоял там, чё-нибудь говорил бы или... Но на месте бы точно не топтался. А теперь они ещё и начинают выглядывать просто из-за угла. Чик выглянул такой, проверил. О, флешка. Но пока не буду продавать флехи, там при флехе можно будет потом у егеря выменять на этот самый... Забыл, как называется такой для затонов. О, череп, кстати, доки. Сейчас мы место освободим, я вам покажу, что череп в доки не лезет. чик не подходит. А что такое? И не так, и не так. Вот так вот. Клади всё в доки. Что такое? А у тебя что, браток? А у тебя нормальный. Здравствуйте. кофе заберем все отлично так теперь на газ но перед тем как на газ а вон он попал не попал дикого этого заберем я не пойму убил не а чё у меня там мокрый ой блин а я не помню сколько всего я на убивал но еще троих надо убить по мокрому делу ну тогда пойдем на 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 гэс там вполне реально встретить проект товарищей там обычно по паре снайперов да и внизу трутся либо один снайпер внизу двое трутся пойдем сходим проверим если чего оттуда либо наверх пойдем либо дальше на гряду там то точно найдем себе дикарей как пить дать вижу красавца увидел появился мать вот этого я не ожидал все мокрое дело готово но макро делил 10 человек не не то так тогда можно идти в лазурку я думаю здесь труп а это с крыши упал все нормально у я думал уже кто-то шмальнул тут его вот у него мосинку отнимем а там может быть и без оптики но зато на болтовку точно не влияет износ оружия ох нифига у него патронов садрик да хорошие семян один годнота это нам нравится раз уж здесь поглядим чего интересного можно надыбать да если у меня ключ от да у меня ключ от без есть же сейчас мы еще наверх поднимемся я по моему ни разу там еще не был а ключик с собой ношу как раз вот для таких случаев это ношу пока тихо на локации пошуршим здесь пойдет ну и короче наверху еще ключ от без там до 2 ящика есть инструмент а ключ от без открывает эту комнату управления или что она там как называется и там есть три оружейных ящика плюс на столе еще лежат в разброс всякие модули и так далее оружейные ухты блин интересности всякие нашлись вот они три красавца один больше другого не то пальто вообще пусто ну чего вы вот короче модули всякие что такое минус 2 плюс 6 ну нет было бы навески какая-нибудь забрал бы а это на хакаш куда коротыш походу да что еще все что ли получается что раз на раз не приходится не всегда то чего интересного можно найти но попялиться интересно все делать мне здесь больше нечего пошли в восточку вообще тишина ох если еще и не лута но это вообще будет красотища присядем послушаем чё почем как раз в аккуратнее пожрать попить будет блин у ее пить ее продать то неплохо можно пока отложим на крайний случай если прям совсем пить охота будет а тогда выпьем нет слушай заперта дверь до открыть ключом можно хорошо значит мы в восточке сейчас здесь пошатаемся посмотрим чего вкусного можно найти бинтик только до и жалко жалко но ничего то то еще тот всегда найдет а вот это вот блин никуда пресса да никуда мне получается да она что посмотрим что тут еще а блин тут на 3 хлор есть а это нормальная тема это тоже можно выпить можно будет сейчас если чё да о нифига про килл жетон маму она нифига его сто лет уже не встречал в игре если честно сюда он интересно поместится навряд ли думаю не не подходит говорит цп тоже не подходит ансепа я проверял пойдет блок питания хлам автальмоскоп вот у еще сотри серебряный жетон да ладно нифига себе блин это все забрать надо мне пару ячеек надо родить а тушенку выкину нафиг на и рублей тут 4 рубля всего до жетон нет тоже не влазит туда так вот вот так вот и все ничего больше не пропустил вроде нормальная тема нормальная вот он квестовый кабинет груз x часть 2 вот она папка как кабинет помещение с водой все по хорошему можно выдвигаться уже на на выход но я бы тут посмотрел тут есть пару комнат интересно где можно найти ledx еще наверху еще подсыплен там смотри хирургические наборы а побольше хирургический набор я 7 пока я не могу да позволить мне его некуда просто-напросто поместить так если и нет все равно фигня ну получается тогда не нужен ли набор большой заберем маленький наверху есть комната еще пацаны писали насчет того что двести восемнадцатая или двести девятнадцатая комната там говорят как эти спавные красных ключ карт что комнаты эти открыты ключи там никакие не нужны о молочков цвет вообще ваше здоровье гораздо лучше себя теперь чувствую давай наверх некоторые ключики у меня имеются некоторые оказывается просто так можно заходи бери не хочу да мы как раз и проверим это дело здравствуйте и ничего да блин не знаю мне вообще есть смысл не путаться у меня и так уже все ячейки забиты и всем интересным и вкусным забиты если только дополнительное оружие какое-то найти или еще чего-нибудь в этом духе нет нет нету лидыкса к сожалению к сожалению нею зато видеокарта есть чуть не наступил уху ху 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 пацаны это садоводство часть четвертая можно закрыть все это дело блин видеокарта прикинь просто валяется на полу а там интересное местечко я там gp находил еще что-то находил статуэтки какие-то прикольно прикольно вот это 219 да а что тут интересного а вот здесь возможно да что-то спавнится вместо этого самого газоанализатора ой как его фамилия счетчика счетчика гегера что пойдем домой тогда я думаю что будет правильно сейчас просто взять и сделать ноги встать на лыжи и свалить мне все эти приключения теперь чуждые если бы не надо было если честно вынести с галкой эту видеокарту то я бы может быть и не заморачивался дальше бы полазил тут ковырялся эй твою мать ё-моё я чуть не обделался фиг с ним что я не достреляю диких да получается все патроны потратил это даже сгущенку некуда положить хотя пару диких как раз мы можем сейчас здесь на выходе да встретить если он работает во на скале двое садры не ну прям прям то что надо есть все и миротворец под задачей выполнено сразу тогда гляну работает ли выход или нет если работает рву когти в проход между скал работает прикинь нет я не верю в эту удачу я просто пошел сделал два квеста с дикими нашел видеокарту еще и выход работает что ли получается вот это везение так везение это наверно тарков мне компенсирует жёстокое наказание в предыдущих рейдах видеокарту вынесу час сейчас закрою садоводство не надо будет лазить по развязке прикинь ходить по этим темным прилавкам поисках смерти здорово приятный сюрприз конечно найти видеокарту просто так на полу блин лазурки это здорово конечно готово рейдище просто бомбический круто 33 почти минуты девятерых диких мне всего оказывается надо было пацаны все нормально я забыл включить воздушный фильтратор точнее генератор а если не работает генератор то нет бонусов закрываем теперь квест мокрое дело часть 1 отличная говорит работа забираем мокрое дело часть 2 найти жилище рыбаков на берегу а ну это изи мы сейчас пойдем и маяк просто воткнем на острове закрываем груз икс часть 2 найти комнату с резервуаром выполнено папку мы ему передаем и радуемся груз икс часть 3 найти спрятанный груз террогрупп на берегу знаем где он в западке в подвале где бассейн в разломе в стене садоводство часть 4 закрываю видеокарту я притаранил старый квест который висел черти знает сколько и теперь вот появилась случайно совершенно возможность его закрыть ну здорово же удобрение теперь дает механик мне квест вообще для механика мне не обязательно делать квесты но тут такой квест смотри пучки проводов конденсаторы все это добро я спокойно смогу наварить в убежище в санузле даже не выходя ни в какие рейды вот теперь мы можем переодеться короче снять третьего класса палевную синюю броню убрать темку поэтому я беру вектор беру маяк чтобы квест сделать да с пометкой острова этого и все сразу в подсумок тырим нормалек выдвигаться можно так идем на бережок в 14.40 и все застраховано практически все погнали делать дальше квеста о нифига народу подвалила передо мной две задачи одна из них это маяк на острове вторая это западное крыло подвальное помещение так что будем смотреть на спаун опять же если на тоннеле заспавлимся то это будет вообще прям здорово сразу же пометим остров и пойдем в лазурку если же где-то в другом месте то сначала пойдем в лазурку а потом уже остров будет в стороне выхода в стороне тоннеля там попутно тогда перед выходом его и пометим что ли в общем все будет зависит сейчас от точки высадки о хорош хорош смотри я сейчас сразу от маяка избавлюсь зашибись прям перед островом за островом заспавнился спаун конечно есть позади и передо мной ну чё мне теперь делать если бы был какой-то мощный заряженный активный сервер или какое-то время дача спиковая для серверов то имело бы смысл все это дело про все да в любом случае имеет смысл конечно прочесать всего кругу убедиться в том что никто там не пялиться прицел сюда куда-то можно воткнуть его на стол например добро две медсумки поковыряться есть где не такие уж конечно и ценные здесь местечке на трехвор нормально пока сюда уберем так тут есть ящик большой красный порох хорош мокрое дело часть 2 под задача почему-то выполняется хотя я маяк воткнул он прижился можно было бы засчитать до выполнения но надо выживать выходить с локации так что смотрим что тут м67 заберем тайничок да и все и можно будет идти в лазурку все пошли тогда в лазурный санитара и свита не видно не слышно руки чешутся конечно сходить проверить эти коттеджи они там могут быть под теплицами где-то ну да ладно нет нужды в этом просто уже выполнил это потом уже будем возможно если успеем давай по просто от балды бегать и подобие такого вытворять мне теперь дикие не нужны мне теперь нужно просто сделать квест но если есть тот чувака подстрелить что если кого встретим то стесняться не будем учитывая что у меня еще и оружие такое хорошее как раз по коридорам лазить опа там кто то есть патрон конечно не фонтан но темп такой что можно пилить здесь вообще ничего нет да не может быть такого что здесь ничего не заспавнилось тут где-то только что по ходу она прошвырнулся значит пока ты будешь лутаться здесь я успею закрыть квест под задача блин выполнена опять непонятно тоже выход выживания нужны с локации как тогда сделаем восточку посмотрим здесь подвале пошаримся восточке пошаримся хотя можно и в западке пошарится надо знаете что попробовать сделать вот я хожу туда-сюда и пытаюсь и диких убить и чвк убить и все на свете убить и еще и квеста попеределать еще и вместе с этим лута по вытаскивать кучу целую надо попробовать как-нибудь выделить денек и походить чисто по воевать здесь в лазурке какой-нибудь неадекватный сервер поставить и допить уже этого карателя да потому что следующие каратеры каратели там не менее упоротые но там по крайней мере можно будет его делать на каком-нибудь где например в лесу хотя в лесу у меня чё там нифига себе у меня же там еще и на таможне кучи целая квестов ну надо продвигаться уже дальше по карателю мне не нравится что он висит да и на берегу мы уже очень много времени ходим уже несколько выпусков подряд а квесты потихонечку начинают заканчиваться уже от миротворца да и от других всех торговцев у кого были квесты здесь на берегу уже все практически попеределали надо заканчивать с этим делом с карателем и переезжать уже на следующую локацию на таможне так так там по моему вообще можно не ставить никакие неадекватные сервера это вот здесь на берегу но я удивлен что на берегу не так много народу я не меняя сервер на казахстане играю на таможне там постоянно какая-то возня происходит вот даже когда за дикого бегал пару дней назад уже как бы под конец рейда на таможне а войнушка происходит короче наверное так и надо будет сделать чуть подкопить деньжат собрать себе там автоматов штук пять погулять погулять здесь по лазурке если не чвк убить так может ли декс найти что мы тут проскочить сможем хочется все таки посмотреть мне короче теперь эти местечки всякие интересные нашел один раз видеокарту я же оттуда не уйду теперь понятно конечно что это рандом и мне повезло по большому счету найти ее но теперь когда я знаю что там может появляться видеокарта теперь я точно свой нос туда совать буду постоянно 222 вот сундой мы забориваемся тут и тут компьютерные железки да в этот раз понятно тишина ну блин ну че такое то где лидыкс то в прошлом вайпе вообще без проблем я находил эти лидыксы я как раз пару штук их находил один для медблока второй для терапевта двести какая двести восемнадцатая да вы говорили да точно помню тут все в кровище тут красная карта возможно была вы вы честоган нету нифига я не вижу либо мне не по шарам либо тут реально нет ее но в этом рейде точно нет так и девятнадцатая да да слушай тут если антиквар антиквариат еще спавнится то наверняка здесь можно что-то интересное найти рано или поздно надо заглядывать заглядывать блин спасибо за инфу пацаны опа тихо вою вы че творите япона мать нифига никого не было ни хрена себе с двух сторон вышли чё то дашь на отличиться если чего от мерим и этот пошел я я успел на тоненького ошалеть вот вы жульбаны какие заразы хитрые стали дикие а ты посмотри еще и блин вместе одновременно вылазит понятно а тут ничего не лутано зашибись так солевка солевка и черташеньки медхлан и все блин а чё так то где уже вы лидыкс где-то мой лидыкс золотая цепь лежит где-то мой лидыкс лежит врустит ждет меня но я тебя найду не переживай что-то да попитонить придется приятного местечко освободить вот тетрис нормально ну хоть что-то интересное хороший ключ он уже себя 10 раз блин оправдал до покупку свою как не зайдешь так что-нибудь интересное найдется это сюда уговорил цепочки там кладутся в доке подсумок сразу заныкаю все все забыл вроде класс ну все полный комплект можно теперь домой педали да я так считаю нет 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 не сидит же не шелохнется зараза так зря я сюда поперся давай еще раз чё то где блин ну здрасте спасибо за стену и убивать час б везет просто я не знаю голова челюсти да еще и за стеночки как как то вот так вот получилось но я почему-то был уверен что я его перестреляю прям первые его выстрелы ни разу не попасть я блин почему-то был уверен что надо было выходить на него тем более с такой пушкой у меня но не угадал он выиграл я проиграл все нормально самое досадное то что груз x третью часть я не выполнил и мокрое дело вторую часть я не выполнил хотя блин будет просто неадекватно потом их закрывать давай сейчас сходим закроем а прям бич пакет оформите мне мосинку трофейную жилет дикого балаклава и патроны все мне больше ничего не надо мне только выжить выйти с локации надо все быстренько постараюсь все сделать бережок 17 надо закрыть сегодня эти квесты ничего не знаю все что от меня сейчас требуется это выжить и выйти с локации все поэтому даже и рюкзак не буду брать так а и твою маковку вот это меня заспавнило конечно чё не могли меня за лазурном и возле зеленого дыма там где проход между скал заспавнить ладно одиннадцатый кпп вместо нашего рождения рожденный одиннадцатым кпп к бою готов пойдем тогда на норвенский я предлагаю заглянуть там мы может быть и подстрелим кого и посмотрим что там по выходу можно будет там возможно быть тоже попутно пару тайничков еще мацанем так чисто чтоб поприятнее было кто знает когда он моргает сейчас как найдем видеокарту какую-нибудь да о пурок зеленые смотри как хорошо хорошо же портовую портовую господи портовую зону не пойду портовую в комментариях меня пинать начнут за неправильное ударение как любят некоторые все равно где-то стрельба чё-то лязгает клацает мацанчики не спят хоть и вечернее время до 5 штра для них рановато выходить вот сейчас по мелочи сатре там по чуть-чуть помаленьку опыт нахождения так и выйдем спокойно это беседки добавили блин ой беседки говорю раздевалки переодевалки у маяк сатры буйок сатры работает смотри чик как раз мы сейчас и проверим теорию одну если работают буйки а кстати обратили внимание эти паруса опущены на лодках которые там чуть дальше в заливе вот я все-таки считаю что если опущены паруса у этих лодок которые там заливе значит лодка контрабандиста не работает этого ну типа выход на пирсе здесь а мне много кто писал что типа если работают буйки моргают то значит надо выходить но не то чтобы надо выходить увидел я человек простой вижу горячий буйок выхожу в открытое море то есть говорили что буйок если моргает а значит выход работает мы как раз час эту теорию проверим какую-то подтвердим а какую-то опровергнем жульбан там бегает видал да раз мы тебя раз вон он стоит гад шлёпает сходу блин у тебя что там уэхи а дарчик то можно снять а с мосинки коллиматор фит сюда да а мосинка так не будет да ци а да там же о господи а и так не пойдет мне же надо прокачивали садри косарылая мосинка отшел закрывая антинормально мне же надо прокачивать навык то как-то владение снайперскими винтовками вот давай сейчас будем вот навык вкачивать кого увидим подстрелим тем более патрон хороший 7н1 может даже чвк ошлепнем какого еще было бы классно да вот у меня теперь мелькнула мысля такая что взять может быть проще не в лазурку ходить выделить день а может быть с болтовкой просто походить как раз там 100 метровые эти дистанции более 100 метров голову все такое просто слушать локацию типа выслеживать этих чвк или так дольше будет дольше но зато дешевле по моему не дешевле экономичнее как и дать ох ладно здесь меня смотреть ничего не буду эти самые имею ввиду картотеки чистофить этого пацанчика и пойдем попробуем проверить нашу теорию на практике в общем я делаю ставку на то что выход не работает потому что парус на лодке которая в заливе не поднят он лишь опущен но буйки при этом моргают все не работает вон вдалеке еще можно по ней может быть ориентироваться фиг его знает но будем время от времени смотреть по каким признакам может тут парус какой торчит но знаем одном и теперь наверняка что если моргает буйок это не значит что работает выход инфа стопроцентная как стрельба на на гэсе да я же без наушников без наушников вообще абсолютно другой звук игры звуки выстрелов громкие звуки природы вот водички кустиков там погромче звуки шагов потише есть бам хлопок такой прям смачный да от мосинки вот еще одного шмальну так хочу я самое тут делаю это по сути это делаете мне же надо на выход идти на выход я уже тогда на тоннель пойду шмазка вот этому это вот это вот продадим что тут у тебя ну что всякие прелести да ладно черт собой тогда мы пойдем теперь просто-напросто вдоль дороги там на тоннеле и выйдем и 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 я тебя спалил а вон побежал за бункер понял тебя но мне надо наверное через суда перемахну чтобы у меня если чё скрыться куда-нибудь можно было то есть болтовки промахнусь пару раз и все я останусь тут и плакали мои квесты 2 оба выходи ну куда ты спрятался вылезай хе-хе-хе как это было в тему не реально не это без реакции абсолютно о вижу шаттартс хорошо шуманул всем рассказал что деса тут на выходе с мосинкой давай быстренько его обзор сделаем на дикого о сгуха нормально нормально еще и вот эту штуку можно забрать да какая фамилия ничего не грузится непонятно где что забирать хе-хе-хе-хе-хе фонарик с креплением заберу дешманский вариант я с фонариками любитель походить не потому что я такой глупый и палюсь хожу на локациях а потому что просто чтоб вам светлее виднее было блин за фонарик меня растоптали блин в комментариях что да входишь блин в торговом центре с фонариком так это чтоб вам виднее было все я вышел квесты готовы к выполнению 12 минут могло бы быть все конечно быстрее произойти если б работал на норвенском выход но и так пойдет все передаем информацию по грузу x груз x часть 3 мы сдаем квест миротворцу и закрываем мокрое дело часть 2 мокрое дело часть 3 найти машину артема на берегу я только что пробегал мимо этой машины на дороге когда бежал от заправки к тоннелю но ничего квест легенький так что туда сюда и все сделал считай чтобы к следующему выпуску закрыть квест с удобрениями я сразу же закажу варку пучков проводов чуть позже зайду конденсатора еще закажу ну и выключу генератор в целях экономии топлива и как раз пока генератор не работает фильтр тоже не будет расходоваться так что такие дела на сегодня у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился всем удачных рейдов приятной игры увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания